Продолжение следует... Продолжение следует... Например, он слушает, не перебивая. Слушает это основное действие. Слушает как? Не перебивая. Деепричастие отвечает на вопросы... Как? Что сделав? Что делая? Когда? Почему? То есть мы видим, что это обстоятельственные вопросы. Деепричастие образуется от глагола суффиксальным способом. Читать. Читая. Я – это суффикс деепричастия. Прочитать. Прочитав. То есть форма прошедшего времени. И здесь суффикс в. Итак, суффикс я – это у деепричастия настоящего времени. Суффикс в – у деепричастия прошедшего времени. Деепричастия очень легко узнать по их морфологическим признакам, по их суффиксам. А – я, в – вот как я сказала, еще суффикс вши и ши. То есть делавши, поевши – это больше связано с языком 19-го, начало 20-го века. И, разумеется, сейчас немножко устарело, но, тем не менее, нет-нет, да, употребляется. По крайней мере, ориентироваться, что такой суффикс есть, необходимо, так как он может попасться в том же экзаменационном тексте. Итак, прочитав книгу, он сдал ее в библиотеку. Сдал в библиотеку – это основное действие. А он сдал в библиотеку когда? То есть обстоятельственный вопрос прочитав. То есть добавочное действие. Итак, мы видим, что деепричастия по времени моложе причастия, так считают ученые. А родились деепричастия в языке, потому что у людей появилась потребность выразить в одной фразе основное действие и добавочное действие. Смотрите, если сказать, я прочитал книгу и отнес ее в библиотеку, то сообщить о двух действиях мы таким образом можем, одинаковых по важности. А если мы скажем, прочитав книгу, я отнес ее в библиотеку, то прежде всего обращается внимание на основное действие. Тот факт, что книга отнесена, сдана, задолженности перед библиотекой нет, а уже другое дело, в каком состоянии книга сдана, она прочитана или нет, это уже функция деепричастия. Итак, действия, называемые глаголами, самостоятельны. Они независимы друг от друга, и их можно употребить совершенно в любых предложениях. Ну, как любой глагол, вспоминайте, мы в свое время говорили. А вот деепричастия самостоятельно употребить нельзя, потому что мысль останется незаконченной. Таким образом, деепричастие, еще раз, да, это добавочное действие, и на письме всегда, в отличие от причастия, вот я говорила, мы периодически будем к ним обращаться для сравнения, в отличие от причастия, да, если помните, причастный оборот обособляется только, если стоит после определяемого слова, то деепричастие одно или деепричастие с зависимыми словами выделяются в любых случаях, и в этом отношении, конечно, с ними иметь дело гораздо проще. Деепричастие имеют глагольные признаки и наречные признаки. И, конечно, мы понимаем, что раз это глагольные признаки, значит, в первую очередь, это вид. Как помните, да, у глагола есть совершенный вид и несовершенный вид. Поскольку деепричастие образуется от глагола, да, вот видите, в табличке глагол «вид» и «возвратность». Глагол «прочитать» образуем деепричастие суффиксальным способом, добавив к основе глагола суффикс «в», «прочитав», что «зделав», то есть глагол совершенного вида, значит, «идеепричастие» совершенного вида. Что делают? «Читают» образуем с помощью суффикса «я», «идеепричастие» «читая». Что делая? «Читая» несовершенный вид. То же самое и с возвратностью. Если глагол был возвратный, возвратный глагол, напоминаю, образуется с помощью суффикса, или, как его ещё называют, постфикса, «ся» или «си». Читая, ну, допустим, читаться легко может эта книга, да, легко читаясь книга произвела очень сильное впечатление. То есть «ся» или «си» в глаголе этот же постфикс остаётся и в «деепричастие». «Волнуются» – «волнуясь». То есть возвратность или невозвратность сохраняется в «деепричастие». Возвратный глагол – значит, этот постфикс есть в «деепричастие». Невозвратный глагол, то есть без постфикса «ся» и «си», значит, и «деепричастие» будет без такого постфикса. Тут никак не запутаешься. Ну, а наречные признаки, вы видите, они перед вами, не изменяются. Наречие у нас неизменяемая часть речи, мы уже говорили о ней. И синтаксическая роль. Так же, как наречие в предложении всегда является обстоятельством, так же и «деепричастие» всегда является обстоятельством. Итак, у нас «деепричастие», как и глаголы, могут быть совершенного и несовершенного вида. От глаголов «влечь», «мочь», «вязать», «пахать», «глохнуть», «тонуть», «ждать», «вить», «лить», «мять» и некоторых других причастия не образуются. Ну, невозможно просто, они не поддаются суффиксальному образованию, то есть суффикс «дейпричастие» к нему никак не добавишь. В принципе, достаточно легко определяется, потому что слово выглядит нелепо. Ну, а то, что можно образовать перед вами, обратите внимание, вот они суффиксы «а», «я», «плача», «читая», суффикс «в», «сказав», «вши», «вернувшись», и «ши», «принесши». Ну и, разумеется, мы понимаем, что у любого «дейпричастия» могут быть зависимые слова. Вот перед вами на таблице «дейпричастный оборот», то есть «дейпричастие» плюс зависимое слово. Обратите внимание, ночь подобралась незаметно. Каким образом незаметно? Как? «Окутав землю темной вуалью», где «дейпричастие» «окутав», образованное с помощью суффикса «в», и «окутав» чем? «Вуалью», «окутав» что? «Землю», то есть мы видим зависимые слова. А значит, перед нами «дейпричастный оборот». В отличие от «причастия», одиночное «дейпричастие» и «дейпричастный оборот», как я уже говорила, еще раз напоминаю, всегда выделяются запятыми. «Дейпричастие», конечно, делают речь более живой, более подвижной. Я хочу немножечко обратиться к воспоминаниям писателя Григоровича, это известный русский писатель XIX века. Григорович в одном из своих очерков вспоминал, что однажды он нескольким друзьям, среди которых был и наш знаменитый русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Он прочитал фразу из своего нового рассказа. Фраза была такая. «Когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика». Достоевский, услышав эту фразу, вдруг раздраженно заговорил. «Не то, не то, совсем не то. У тебя выходит слишком сухо. Пятак упал к ногам». Надо было сказать, «Пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая». Да, действительно, согласился Григорович, звеня и подпрыгивая, выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение. Как вы, наверное, поняли, звеня и подпрыгивая, то есть слова, которые подсказал Достоевский, это «деепричастие». Итак, «деепричастный оборот» встречается очень часто. Стоять в предложении может где угодно. Посмотрите, можно поменять местами. «Окутав землю темной вуалью, ночь подобралась незаметно». Или «Ночь подобралась, окутав землю темной вуалью, незаметно». То есть в любой части предложения «деепричастный оборот» выглядит достаточно уместно, но автор текста всегда выбирает все-таки то положение оборота, которое придает предложению большую эффектность. В устной речи «деепричастие» и «деепричастный оборот» выделяются паузами при произнесении с понижением голоса. И когда, например, в диктанте слышишь такую фразу, то читающий обязательно голосом понизит финал «деепричастного оборота». И поэтому очень легко догадаться, что здесь нужно поставить запятую. «Лазурь небесная смеется, ночной омытая грозой». Мы понижаем голос. «Ночной омытая грозой» это «деепричастный оборот». Когда мы разбираем предложение, то всегда смотрим на положение главного члена предложения, то есть сказуемого. Нужно всегда внимательно смотреть, чтобы и главное, и добавочное значение производил один и тот же субъект. То есть один и тот же человек или, условно говоря, грамматический предмет производят одинаково, что главное, что зависимое. А вот если это делают, получается, так бывает в предложениях, два разных человека, то это уже грамматическая ошибка, причем достаточно серьезная. Я приведу маленький пример, такое лирическое отступление. Это фрагмент из повести Ивановой. «Ну и что ты написал?» Толик ткнул пальцем в Аркашину тетрадку. «Сидя у окна, в комнату влетел воробей», прочитал Аркаша. «Все правильно написал, даже «деепричастный оборот» не забыл выделить. Неужели ты не слышишь неправильности этой фразы?» не унимался Толик. «Кто у окна-то сидел?» «Я». «А кто в окно влетел?» «Ну, воробей». «Вот именно, воробей!» У тебя действия, выраженные глаголом «идеепричастием», совершают разные лица. А ведь «дейепричастие» называют добавочное действие, которое сопровождает основное действие. «Дейепричастие» не может иметь самостоятельного действующего лица. Вот это нужно знать. Самый такой расхожий пример, который преподаватели любят приводить в подтверждение нелепости получившегося предложения, если основное добавочное действие производят разные лица. «Подъезжая к городу, с меня слетела шляпа». Все понимают, что это выглядит достаточно смешно, потому что непонятно, да, кто подъезжал к городу. Шляпа подъезжая к городу слетела. То есть абсурд. Поэтому всегда зорко следим, чтобы и основное, и добавочное действие производило одно и то же лицо. И тогда вы застрахуете себя от грубых ошибок. В чем есть маленькая сложность в усвоении части речи дейпричастия? Дейпричастие может утрачивать значение добавочного действия. То есть оно по форме остается дейпричастием, с суффиксами дейпричастия образовано, то есть а-я-в-э-в-ши, да, то есть суффикс дейпричастия. Но оно перестает выглядеть как добавочное значение. И это самое добавочное значение переходит в наречие. И вот когда так происходит, то запятые не ставятся. Их немного. Давайте я медленно продиктую, а вы пожалуйста запишите слова, при которых запятые не ставятся. То есть они перешли в наречие и перестали выполнять непосредственно функцию дейпричастия. Следующие слова. лёжа, лёжа, сидя, стоя, молча, шутя. Вот по частотности это самое употребительное слово. Ну, например, в таких фразах Читать лёжа вредно. То есть в данном случае мы добавочным значением не хотим выделить, что я читал в то время, когда лежал. А мы просто хотим вывести постулат, что в таком положении читать вредно. Поэтому здесь происходит переход деепричастия в наречие и запятая не ставится. «Юноша сидел молча». Можно сказать «юноша сидел тихо», то есть заменить на речи. И смысл будет тем же самым. И ещё не ставятся запятые, когда в такие вот добавочные действия входят фразеологизмы. Фразеологизм – это устойчивое сочетание, которое нельзя менять. Его можно употреблять только в одной единственной принятой раз и навсегда форме. И запятые не ставятся. Ну, это чисто такие русские устойчивые сочетания. «Он работает спустя рукава», то есть он ленится. «Он работает спустя рукава». «Спустя рукава» – это фразеологический оборот. И запятую мы здесь не будем ставить. «Хватит сидеть, сложа руки», то есть опять же со значением «бездельничать». И опять нет запятой. «Он несся сломя голову», то есть очень быстро. И вновь нет запятой, потому что сломя голову – это фразеологизм. Ну, чтобы отличить, вот давайте попробуем привести такой пример. «Он шутя справился с задачей». То есть задача была лёгкая, и он быстро с ней справился. И опять же мы можем подобрать синоним наречия. «Он легко справился с задачей». «Он быстро справился с задачей». То есть шутя. Запятых не надо. «Брат шутя корчил рожицы», а здесь уже нужно, потому что он корчил рожицы. По какой причине? А потому что хотел пошутить. А вот здесь причастны, одиночная идея причастия, которая будет выделяться запятыми. Поэтому вот такие слова, их немного. Ещё раз. «Стоя», «сидя», «лёжа», «молча», «шутя». Вот их никогда не обособляем. Ну и фразы типа «Ну скажи, положа руку на сердце, ты ведь так не думаешь». «Положа руку на сердце» – это фразеологический оборот, который тоже никогда запятыми выделяться не будет. Вот это основные сведения по теме дея причастия. И сегодня я хочу дать вам ещё информацию о предлоге. Немножко поподробнее. Мы уже касались этой темы слегка. Сегодня немножко поподробнее. Итак, мы перешли с вами уже к разряду служебной части речи. И предлог открывает этот раздел. Потому что к служебным частям речи относятся предлоги, частицы и союзы. На следующем занятии мы договорим о служебных частях речи. И потом уже перейдём к темам по синтаксису. То есть будем вспоминать правила пунктуации. Итак, предлог – служебная часть речи. И у него, конечно, есть своя функция. Мы видим, что он помогает подчинять одно слово другому для выражения какого-либо значения. Живёт в деревне, где значение – место. Дрожит от холода. Почему? Значение – причины. Предлоги бывают производные и непроизводные. Непроизводные – это, вот, посмотрите, то, что у нас было, да, вот только что, вот, в этих примерах. Вот, в деревне, да, предлог «в» дрожит от холода, от. То есть это непроизводные предлоги. Они не… почему? Потому что они ни от чего не произведены. Их вот так придумали в старину для связи слов-предложения. И так они и продолжают функционер. А есть предлоги переходные. То есть они с разными значениями. И почему их называют переходными? Потому что они образованы от других частей речи. Мы понимаем, что это значение – место, направление, времени, причины, цели, образа действия, предмета, признака предмета. То есть это всё предлог. И, ну, с местом мы уже видели, да, сидит где? На столе. Направление. Ехал куда? В город. Времени. Приехали через год. Кстати, о предлоге «через». Посмотрите внимательно. Один и тот же предлог может участвовать в выражении разных значений. Посмотрите, пишет «через строчку», то есть значение образа действия. Пришёл через час значения времени. И посмотрите, прочие значения «через ручей прыгнуть, через ручей», да, то есть поперёк чего-нибудь, с одной стороны на другую. Поверх чего-нибудь, это прыгать через что-то, да, через забор, сквозь что-нибудь, ехать через город. При помощи кого-чего сообщить через друзей, сообщить через интернет и так далее. Ну и вот спустя время, да, приду через час и повтор каких-либо действий через определенные промежутки. Принимать лекарства через час. Вот ещё перед вами предлог «впереди», то есть при обозначении какого-нибудь расстояния перед кем-нибудь. Идёт впереди всех. Обратите внимание, на рамочку здесь представлены производные предлоги. То есть «впереди», «по случаю», «в течение», «продолжение», «в следствии» – это производные предлоги. Потому что образованы они от других частей речи. И мы прекрасно понимаем, что они не могут полностью совпадать с той частью речи, от которой образованы. Дело в том, что когда мы говорим существительное с непроизводным предлогом, например, «в течение реки много порогов» или там «много поворотов». «в течение и», «в течение е» – это существительное. Соответственно, мы склоняем в предложном падеже «в течение и реки» существительное имеет своё предложное окончание «и». А вот предлог, который образовался от существительного течения, имеет окончание «е», то есть временная протяжённость. В течение е года, в течение е каникул, в течение е ночи и так далее. То же самое со словом «продолжение е». Существительное продолжение «е». Например, о судьбе героев вы узнаете в продолжении «и» романа. И то же самое существительное в предложенном падеже имеет окончание «и». Но от существительного продолжения образовался предлог, и он уже имеет окончание «е». То есть, обратите внимание, в течение продолжения пишется раздельно, а вот в следствии «е» пишется слитно. Хотя следствие – это тоже существительное. И, например, в следствии охищении появились новые подробности. То есть, опять же, предложенный падеж и опять падежное окончание «и». А вот предлог, который образовался от существительного следствия «е». В следствии «е», то есть по причине неудачи, из-за неудачи. То есть, от существительных образованы предлоги в виду, в области знаний по физике ему нет равных. В течение «е», в следствии «е», при помощи «е». Я написал объявление при помощи маркера. При помощи – это производный предлог. Я назначил лекцию с целью прояснения обстоятельств. С целью будет производный предлог. В результате, в результате все мы собрались сегодня перед входом в гимназию. В результате пишем раздельно, и это тоже производный предлог. Есть предлоги, которые образованы от наречий. Внутри шкафа есть полки. Вопреки, вопреки предсказанию синоптиков, погода была хорошая. Накануне, накануне праздника мы собрались в гимназии. Позади, позади всех плелись все отстающие. Сзади, сзади трамвая переходить не стоит. Согласно расписанию мы занимаемся на третьем этаже. Ну и дей причастия, дей причастия, о которых мы только что с вами говорили, тоже образуют производные предлоги. Благодаря, включая, да, благодаря помощи друга я справился со своей проблемой. Собрались все, включая посторонних. То есть мы видим, что существительные наречия, идеи причастия – это главные поставщики производных предлогов. То есть образуются они в основном от них. Несколько слов о правописании. О правописании предлогов. Мы видим, что… Вот внизу посмотрите, пожалуйста, да. Из-за леса, из-за бора. То есть эти предлоги пишутся через дефис. Из-за, из-под. Есть такой немножко устаревший предлог, но в художественной литературе употребляется. По-над, через дефис. Ходить по надберегам. Орфограмма. Из-за меня, да. Из-за меня все опоздали. Пишутся без пробела. То есть слитно. Вокруг. Впереди. Ввиду. Следствие. Навстречу. Несмотря на. Вот они, в общем-то, есть перед вами, да. В графе производные предлоги. Так, ну и еще раз напоминаю, что в течение Е, в продолжении Е, то, что пишется раздельное на конце Е, и к ним примыкают вследствие Е, которое пишется, этот предлог пишется слитно, но на конце тоже Е. Итак, производные предлоги могут писаться через дефис, слитно, с пробелом и с буквой Е на конце. Сейчас хочу дать вам такую как бы маленькую памятку, с каким падежом уместно употребить производный предлог. Запишите, пожалуйста, в столбик следующие предлоги. Договориться на счет похода. Еще раз, вокруг, вместо, впереди, вблизи, вследствие, ввиду, насчет. Сделайте такую фигурную скобочку и напишите слово в родительном падеже. То есть с такими предлогами слово, с которым этот предлог будет употребляться, будет стоять в родительном падеже. В следствии чего? В следствии чего? Дождя. Ввиду чего? Информации. Насчет чего? Экскурсии. Впереди кого? Впереди отряда. Сделать вместо кого? Вместо брата. Бегать вокруг чего? Вокруг стола. Так, это слово в родительном падеже. Теперь рядом другой столбик. Он меньше. Навстречу, все слитно, вопреки, наперекор, благодаря, согласно. Согласно. Так, фигурная скобка. Рядом с этими предлогами слово будет стоять в дательном падеже. Согласно чему? Согласно расписанию. Благодаря чему? Благодаря помощи. Вопреки чему? Вопреки прогнозам. Навстречу чему? Навстречу ветру. То есть, обратили внимание, все в дательном падеже. Когда мы употребляем предлог «несмотря на», которые, да, два слова, «несмотря слитно» и потом «на». «Несмотря на», вот при нем слово стоит в винительном падеже. «Несмотря на дождь», «несмотря на трудности», то есть слово в винительном падеже. Так, если предлог употребляется, производный я имею в виду предлог, употребляется в значении «из-за», то есть из-за чего-то. «Из-за грозы авиарейсы были отложены». В следствии и ввиду два производных предлога в значении «из-за», то есть из-за чего, они пишутся слитно. Но, если мы говорим в значении «насчёт чего-то», вместо чего-то, то есть употребляем предлог «ввиду», например, «насчёт», то есть «об», «обо», да, вот такое вот. То есть договориться об экскурсии, договориться насчёт экскурсии. «Вместо» – это будет в значении «за», то есть «я мыл посуду вместо тебя». «Я мыл посуду за тебя», они пишутся слитно. Так, я на всякий случай повторю. Если нам нужно указать на причину, то предлог «ввиду» пишется слитно. «Ввиду грозы мы никуда не пошли». Если нам нужно сказать, имей в виду, то есть обрати внимание на какую-то деталь, имей в виду, транспорт туда не ходит, то есть обрати на это внимание, вот тут «ввиду» будет писаться раздельно, то есть с пробелом. То есть вот такие вот предлоги, да, которые омофоны, слышатся одинаково, но отнюдь не омографы, потому что пишутся по-разному. Слитно один, а второй – раздельно. Когда мы употребляем производный предлог «несмотря на», он всегда выделяется вместе с тем словом, с которым он употреблён, «несмотря на случившееся, она держалась молодцом». То есть «несмотря на», всегда в предложении выделяется запятыми и является обстоятельством. То есть если вы видите, да, «несмотря на трудности, несмотря на случившееся, то есть вопреки чему-то», с таким значением, «вопреки чему-то человек держится хорошо». Значит, в этом случае мы, несмотря, пишем, конечно же, слитно и выделяем запятую. Надо сказать, что предлоги есть такие, которые очень похожи на существительные с непроизводным предлогом. Давайте мы запишем ещё один столбик. Вот тут всё будет писаться раздельно, то есть с орфограммой «пробел», а тем не менее предлог. Письмо пришло в адрес, да, в адрес, то есть письмо пришло в адрес юбиляра. В целях, в целях безопасности окна не открывались. В течение «е», мы уже говорили об этом, временное значение, в течение всего обучения он был отличником. В продолжении «е», то же самое, временное значение, в продолжении «е» всего отпуска стояла жара. В области, да, в области физики он замечательно ориентируется. По причине, он не явился по причине болезни. Мы собрались по случаю дня рождения, по случаю. Со стороны свидетеля были сделаны определённые заявления. Со стороны. Ну и в связи. Так, значит, кроме последнего слова «в связи», все остальные в адрес, в целях, в течение, в продолжение, в области, по причине, по случаю, со стороны. Делаем фигурную скобку и пишем. При этих предлогах, которые раздельно пишутся, слово стоит в родительном падеже. По случаю юбилея, по причине нездоровья, в области литературы. То есть всё будет стоять в родительном падеже. А вот последнее слово «в связи», там будет предлог «в связи» будет соседствовать со словом «в творительном падеже». «В связи с неявкой на собрании я» мы не можем проголосовать. «В связи с трудностями» мы отложим этот проект. То есть «трудностями» – это творительный падеж. И «в связи», напоминаю, пишем тоже раздельно. Так, значит, не путаем. То есть самые такие вот часто встречающиеся ошибки – это когда путают в течение, в продолжение, как существительные и как производные предлоги. Как существительные они имеют на конце «и». и по значению даже понятно. Течение реки, река же течёт, значит, в её течении. В продолжении рассказа, если рассказ продолжается, значит, мы тоже что-то узнаем. Ну, а в течение продолжения, как производные предлоги, это, конечно, уже часть какой-то фразы, при которых слово тоже будет стоять в родительном падеже. То есть временное значение в течение года, в продолжении месяца и так далее. Так, вот главное рассказала. Пожалуйста, вопросы. По дейпричастиям, по предлогам есть ли? Продолжение следует...